Вы слушаете радио Болткома К закату, да, ключевое слово, потому что как раз-таки о закатах мы поговорим. Набережная каждого города, которому посчастливилось быть на побережье реки, моря и так далее, конечно, самые прекрасные возможности предоставляет для того, чтобы культурно и красиво провести время. У нас, к сожалению, на набережной особенно заняться, я имею в виду пешеходам, прогуляющим, туристам, нечем. И вот сейчас прошло... Ну так, погулял, погулял, присел, посидел, встал еще, погулял, погулял, присел, все, все развлечения, пока не дойдешь до Андреоста. Там, конечно, повеселее, там, конечно, движуха. Но, тем не менее, вот есть подвижки в том, чтобы как-то осчастливить нашу культурную жизнь. Прошел конкурс идей, как, что можно устроить, как обустроить нашу набережную в Риге. Да, всего было подано 105 идей, некоторые из них дополняют друг друга, что показывает, у общества есть желание развивать, придать какое-то новое прочтение набережной Далговой. И в итоге было принято решение, выбран победивший проект, и набережную планируется благоустроить трибунами для наблюдения за закатом. Игородостроитель, организатор конкурса на благоустройство набережной Далговой Нилс Балгалис сегодня с нами, прямо сейчас на связи. Доброе утро, господин Балгалис. Доброе утро, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что это все-таки был за конкурс, кто его организатор, за чей счет, так сказать, банкет, и когда могут появиться эти трибуны? И где? Так, значит, этот конкурс сейчас составная часть ежегодного мероприятия Мэн Свети Рига, может быть, слышали, в предыдущих годах, да, говорили тогда, а мы говорим в этом мероприятии, мы говорим о разных частях города, о возможностях их развития. Вот два года назад, перед ковидом, это был левый берег, knowledge mail, и смотрели, и идея в том, что создать новые идеи, идеи такие, которые можно использовать. В этом году это мероприятие Мэн Свети Рига подольше, оно длится все лето, и в конце сентября уже будет хакатон, большое там мероприятие. Но в этом году мы решили начать с идеи, с идеи, как вы уже говорили, с идеи из людей, которые используют красновалов, да, главная идея, главная тема этого года набережная, набережная города Риги. И вот, значит, конкурс идей, конкурс идей и идей таких, которые ведут нас к стратегии маленьких шагов. То есть, можем что-то делать, смотреть, что происходит, и делать следующий шаг. Потому что вы очень правильно отметили, наша набережная, у нее огромнейший потенциал. А как она сейчас используется? Да почти никак. Никак, никак, практически никак. И вот наша идея всего этого, создать такую, скажем так, ну, понять маленькие шаги, чтобы достичь большой видения, большой визии, скажем так, да. А визия очень простая. За пять лет стать лучшим променадом Северной Европы. Звучит как тост. За пять лет. Да, и сразу, да. Понимаете? Ну, такие высокие цели, конечно. А опыт других стран, что показывает? Что в других странах, как используют набережные? Вот, вот. И опыт других стран рассказывает об одном. То, что у нас не хватает в Риге. У нас очень хорошие долгосрочные планы. Что только у нас не будет в 2030 году. Мы все знаем. Ну, рай. Ну, где-то, да. Но чтобы достичь этот рай, нам нужны конкретные маленькие шаги. И вот это самая основная идея. Если мы смотрим на город такой, как, знаете, Ванкулвер в Канаде. Очень отличный. Они начали там 20 лет на знания. Сейчас там набережная. Просто, ну, одна из ценностей города. Если мы смотрим, что происходит в Стокгольме, в Париже, что происходит даже в Вильнюсе. Все осознают, что набережная дает дополнительные экономические выгоды городу. И жителям, и туристам. Вот. Но самое главное, что мы хотим с этим проектом делать. Если представим. У нас есть 105 идей. Из этих идей, ой, там, ну, куча суперидей. Ну, представьте. Причалы для лодок. Плавающие рестораны и кафе. Рыбалка. Рыбалка. Рыбалочные шкафы на набережной. Где ты можешь пойти арендовать. Поймать рыбу. Сфотографироваться. Пойти домой. Места для пикника. Ночное освещение. Танцы на долгове. Выставки художников. Плавающие сауны. Лодки самообслуженные. И так далее, и так далее. Плавающие сауны? Да, 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 да. Ну, и дискотеки. Я прошу прощения, Нил, перебью вас. Помнишь римские каникулы, фильм? Да. На Тибре. Они же танцевали на плавучей такой, на понтоне дискотека была. Да, дискотеки, да, тоже. Как раз. Как раз, как раз. Вот. Но чтобы вот это хорошее. И еще у нас есть большие проекты. Те, которые изменяют там связи. Представьте, Реал Балтика. Строится, и там будет пешеходный мост назад, и можно будет там с великом поехать. У нас же строится, наконец-то, восточная магистраль. Ну, это, которая там... И звук куда-то пропал. Нил, к сожалению, вас не слышно. Что-то пошло у нас не так. Очевидно, проблема все-таки не на нашей стороне. Сейчас, может, я позвоню Нилу и скажу об этой маленькой технической проблеме. Потому что на самом интересном месте, как на грех. Если будет возможность, может быть, мы сможем вывести Нилу по телефону. Тогда, например, если... Да, да, да. Прервался, прервался, прервался прямой эфир. Извиняюсь, да. Я остановился на счет этих больших проектов. Который тоже будет как-то влиять на развитие этой набережной. Восточное соединение, магистраль. Возможность выключить какую-то часть автомобиля из центра. Ремонт вантового моста, который будет. Как его соединить с набережной. И как вот... И все эти проекты будут большие происходить в течение следующих 5 лет. Да? Ну, они готовы, да? И вот за следующие 5 лет тоже эти маленькие шаги. И чтобы это вместе сошлось. Да? И вот мы как будто предлагаем делать вот такую понятную карту. Карту, как мы до этого доходим. Да? Чтобы такие отдельные проекты просто не встали. И идея трибун на закате. Очень сложно было выбрать победителя. Да? Потому что, ну, все идеи суперхорошие. И точно люди там подумали. А вот почему вот выбрали трибуну на закате? Потому что, ну, наблюдать за закатом – это такой романтический способ провести время. Правильно? Собраться вместе. Безусловно. Что-то там обсудить. И самое главное, что она, в принципе, очень просто, возможно, реализовать. То есть не должны, ну, ждать год-полтора пока, да? Это конкретный первый шаг. И мы думаем уже, вот в следующей неделе, во вторник, уже собираемся, говорим о всех результатах. И будем разные идеи делать вместе. То есть разные маленькие такие, да? Чтобы понять эти практические шаги, которые ведет к результату. Вот. Тут возникает вопрос. Мы – это кто? И действительно, следующие шаги, когда это, возможно, будет реализовать? За чей счет? В курсе ли вообще Рижская дума этих планов и так далее? Да, да, да. Значит, мы – это городостроительная, нет, планировочная компания «Группа 93». Уже работаем в Латвии более 20 лет. И мы – это те участники Мэнд-Сити Рига, которые с нами вместе уже в предыдущих годах. И те, которые вовлечены в этом всем, в этой всей активности. То есть это те, которые подавали свои идеи, те партнеры, которые еще к нам присоединятся, то есть которые живут на набережье, да? Потому что идея у нас очень проста. Мы видим, как планировщики, возможность. Мы видим нужду. Мы начинаем диалог. То есть разные стороны, большие, маленькие, делаем вместе. И потом уже этот вопрос, как реализовать. Вы знаете, есть такой хороший подход. Давайте скинемся. Давайте скинемся. И вот мы это делаем. Понимаете? Понимаете? Мы делаем такую эстафетную палочку. Ну, делаем эстафеты, да? Делаем первый этап. И дальше передаем это Рижской думе партнерам, всем, которым там живут, организациям. Потому что у них всех есть уже свои проекты. Есть большие, маленькие. А вот это все склеить вместе, не думая только вот совместная работа, вот это и дело. Рижская дума в курсе. Но сейчас, на данный момент, это инициатива нас, это инициатива жителей, общества. Потому что, что важно? Чтобы общество, горожане заложили бы основной камень набережной. Как они смотрели на это? Ну, чтобы это не было. Вот мы придумали, я решил там что-то делать. И что важно? Вот тоже насчет этих требий. Что же мы сейчас думаем делать? Мы сейчас в место, где уже в августе поставляем такие, скажем так, испытательные стенды, спортивные трибуны. И где же это будет? В каком месте? Да. А вот мы сейчас между трех мест, одна у спикеров, где этот выход из Питера, не знаю, Соединение, да? Второе место у Дзелса Биша, бывший железнодорожный мост, этот стол стоит там большой. Да? Да, где это бешеная скульптура сейчас, да? Да, скульптура, рядом с культурой, да? И третье, это из трех мест, да? И третье возможное место около Большого Креста, да? Где-то уже президентский палец. Конечно, мы говорим с институциями, как и так далее, и так далее, да? Но мы уверены, что уже в начале-средине августа в одном из этих мест трибуны появятся. И тогда мы уже увидим, как они работают. И может быть, трибуны – хорошее начало для чего-то интересного нового, да? Ну, как они... Безусловно, безусловно. Это придаст какое-то новое прочтение набережной, наконец-то. Сколько будет возможность принять вот на этих трибунах людей? То есть, ну, насколько это... Сколько примерно человек смогут прийти? Да, да, да. Мы думаем, мы думаем изначально, изначально смотрим. Пятьдесят людей, да? И плюс, может быть, дам им еще пятьдесят. Ну, то есть, уже сто. А сто? А если у нас сто, тогда мы уже можем там представление вечером делать. Может быть, на платформе, на воде, да? Или чтение, или собраться, или... Ну, у нас есть отдельные еще идеи, о которых не будем говорить, да? Но для нас очень важен этот процесс, процесс, в котором мы все вместе тестируем, смотрим, как это делится, говорим с институциями, с жителями, и уже идем дальше, да? Ну... Ну, то есть, это будет открыто... Вот такая идея. То есть, это будет открыто, и, скажем, может прийти там компания, ну, условно говоря, там с горячим чаем, со стаканчиком, там, не знаю, с какими-нибудь там... булочками, просто посидеть, посмотреть на закат. Да, 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 как раз, как раз, потому что, если, я не знаю, когда вы последний раз смотрели на закат из Наборожа? Давно, да. Ну, а, относительно недавно. Вот, вы видите, давно, и в этом и проблема. Представьте, рижане выезжают куда-то, на Взморье, на Юрмалу, на Сиглду, где-то еще. Когда у нас есть такой ресурс, долгого, и те закаты, которые там есть, и они очень, они отличают и нас из других городов тоже, да, потому что, ну, вся эта панорама и так далее, да, и, конечно, это место, где для людей, где собираться, где быть вместе, или компаниями, или отдельно, или просто прийти и сидеть на закат, или смотреть на реку, ну, делать, и смотреть, что происходит. Потому что, вы знаете, раньше, что на Краснодаре делали из трибуны? Все принимали общественные города. А сейчас, ну, вот у нас какие-то новые, скажем так, ищем новые, и я уверен, что в этом процессе появятся опять новые и такие маленькие степени, которые, вот, да, а может быть, мы дойдем до того, что у нас в трех местах есть трибуны, да, потому что самое главное для нас начать. смотрим, ставим и уже идем дальше. И, конечно, нелегко работать со всеми институциями, которые заботятся и правильно заботятся о нашем здоровье, о культурных ценностях и так далее, и так далее, да, ну, вот это тоже интересный процесс. После этого какой второй может быть шаг? Уже есть? и лиги. Да, 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 вот как раз вот следующий, вот у нас сейчас есть такие два больших майлстоунс, ну, майлстоунс по-латическому это будет, или по-русски это будет, ну, отметки, скажем так, да, вот следующий вторник, мы уже собираемся все те, которые задали идеи, те, которые возможны заинтересований принять, приглашены тоже представители Думы, разных институций, да, вот там на барже Рига с Перлой, да, и там думаем, смотрим, да, как эти маленькие идеи крестовать, и одна уже будет тоже, будем говорить, одна маленькая еще будет, одно, но это, к сожалению, сегодня не могу сказать, это скажу вот вторник следующий, да. Отлично, остается интрига, что-то на будущий раз. да, и потом в конце, вот и тогда трибуны в августе, сентябре, смотрим, что происходит, работаем над идеями, и в конце сентября мы делаем этот наш ежегодный городостроительный планировочный хакатон. Это уже, скажем так, ну, там, иностранцы, друзья, архитекторы, и все авторы идей тоже, то есть, ну, житель, да, и вместе, и там мы смотрим, вот как эту карту, ну, карту, вот на этих пять лет, вот как с маленькими и большими проектами вот вместе склепить, и уже смотрим, что мы уже знаем, а что там на трибуне произошло, а как там люди уже сами танцуют на набережной, да, а что вот Рига, судненцы уже, где могут дать подключение, потому что сейчас, вы знаете, вы правильно заметили, сейчас, знаете, какая латвийская провинция такая, пошел, пошел, сел на две минуты, пошел, пошел, сел, и пошел дома, а зимой вообще, три минуты, пробегал, и доходил дома, вот нам пишут, как раз спрашивают, будет ли планироваться какая-то инфраструктура, вот кафе, рестораны, ну, чтобы можно было не с собой тащить, а можно было приобрести на месте. Скорее, какой-то стейтфуд напрашивается. Абсолютно, это следующий шаг, потому что, знаете, если мы сейчас все 105 идей, которые были, и мы такую карту, наверное, сделаем, ну, что было бы, ох, что возможно, да, но вот что возможно, идем степ-бай-степ, слово по словам, шаг за шагом, да, потому что нас самое главное, тоже нас интересует, как процесс, как вообще вот возможен такой процесс, где очень много воздействует разных актеров, где, где, где общество имеет свою роль, да, и институции, все большие, скажем так, власть и так далее, да, а как вот мы это можем создать что-то, вот чтобы результат был, да, чтобы не был только план, а как достичь, вот не знаю, вот, вот это нас учает, наша такая простая цель, да, и, конечно, одна из подсоставных целей, это места, где можно что-то купить, покушать и попыть, конечно, конечно, но это уже, скажем так, на следующий. Это следующий шаг, итак, шаг за шагом идем, Нейл, огромное спасибо, к сожалению, время вышло, бешеное удовольствие, мы с Олегом получили пообщаться с настолько увлеченным человеком, хорошего вам дня, остаемся, конечно же, на связи, и продолжим эту тему, а градостроитель, организатор конкурса благоустройства набережной Даговы, Нейлс Балгалис, был с нами на связи, небольшая пауза, после которой возвращаемся со специалистом по безопасности воды, что же такое вредное завелось в латвийских водоемах, после купания многие чешутся, разберемся. Радио Балтком